Сегодня у нас предигровой день тишины, и пока команда отдыхает и набирается сил перед завтрашним матчем, у нас с вами есть немного времени на то, чтобы посмотреть на Лейпциг глазами наших игроков. В Лейпциге Рубин впервые, но несмотря на это о казанском клубе здесь наслышаны и прекрасно знают, что за команда футбольный клуб Рубин Казань. Конечно, я знаю про Рубин из Казани, видел их игры по телевизору, помню матчи Рубина в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. И как только я узнал, что буду работать с казанским клубом, сразу заглянул в интернет, чтобы еще раз посмотреть на команду. А уже когда познакомился поближе, был удивлен добрым отношением ко всему и позитивной атмосферой в команде. Райзенбальшпорт Лейпциг. Клуб второй Бундеслиги, который активно рвется в первую. И это несмотря на то, что команда была основана всего пять лет назад. Такой прогресс объясняется спонсором, который пришел в свое время в этот футбольный клуб. Чем вызвал некоторые непонимания со стороны болельщиков разных немецких команд. А в своем городе РБ Лейпциг бьется за внимание болельщика с еще одной командой – Локомотивом. Правда, оба клуба совершенны друг другу противоположности. Первая – РБ Лейпциг молодая, амбициозная и обеспеченная. А вторая – с богатой, но историей, с традициями и желанием сохранить свое место в пятой лиге. А вот это знаменитая Редбул-арена. Завтра Казанскому Рубину предстоит сразиться здесь с местным РБ Лейпциг. Но наши игроки на этом стадионе еще ни разу не были, поэтому первыми Редбул-арену увидят болельщики Казанского клуба. Вместимость стадиона 45 тысяч зрителей. Здесь играют и сборные Германии, а РБ Лейпциг в среднем собирает по 25 тысяч болельщиков на каждую игру. А уже завтра нашу команду ожидает очень интересная игра на Красавца в стадионе. Обзор этого матча вы сможете увидеть на канале Казанского Рубина. Поэтому, чтобы быть первыми, смотрите Рубин ТВ.